Привет, друзья, дорогие! Настроение у меня сегодня сделать вот такие листочки. Это листики в технике так называемой косой мозаики. Почему она косая, вы сейчас поймёте! Когда будете плести и думать, что это у вас косые руки, потому что ничего не получается. На самом деле это шутка. Косая мозаика, потому что листочек как будто бы сначала восходит по косой, а потом не спускается. Поэтому так и названо. В общем, мастер-класс должен быть весёлый, я вам обещаю. Но если вы научитесь плести косую мозаику вот на таком маленьком крошечном листочке, то вы сможете его запросто потом масштабировать, и он у вас будет и большой, и широкий, точно в той же технике, просто увеличивая количество рядов. Главное, набирать чётное количество бисерин в начале и формировать потом ряды. Вы всё увидите и поймёте. И вы должны всё понять. Я буду так объяснять, чтобы понял даже самый-самый-самый профан чайник. Вот, начнём. Готовьтесь. Ну что, друзья мои прекрасные, вы готовы плести со мной? Помните, как Минаев, да, кажется, пел? Вы готовы плести со мной? Нет, он пел «Пойти со мной». Ну, почти похоже. А я предлагаю сегодня освоить технику плетения косой мозаики, создавая вот такие листочки. Эти листики нам понадобятся для земляничного браслета, который я хочу всё-таки вместе с вами сотворить. Так, плести мы их будем по схеме. Эта схема довольно распространённая в интернете, их очень много. Можно найти листик косой мозаикой, если погуглить. Я, в общем-то, сделала схему именно на своё количество, на свой размер листочка. Это будет на 8 бисерин в ряду. Я их все отметила. Отметила вот начало плетения, как это плетётся. Набирается 8 бисерин. И дальше по одной через одну, учитывая развороты, повороты, как это всё происходит, мы будем с вами смотреть, доплетать, добираться до верхушки. Будет у нас раз, два, три. Три поворота и четвёртый центральный. Это ось симметрии. Дальше мы будем листик скашивать. Поэтому она и называется косой мозаикой. Видите, как полотно не прямо плетётся, а как будто бы набирает высоту. Как ступенечками косо так вот восходит по восходящей, а дальше по нисходящей спускается. Так, для начала привязываем к концу нашей листочки, оставляя тут небольшой конец, сантиметров 6-7, 8-9, 10, кому сколько не жалко. Привязываем первую бисеринку и далее нанизаем ещё 7. Так, всего у нас получается 8 бисеринок. Вот они красивые какие, сверкают и предвкушают наш рождение листочка зелёного. Пропускаем три последних нанизанных бисеринки и вводим иголку в четвёртую с краю. Получаем вот такую загогулинку красивую. Набираем на иголочку одну бисеринку. Пропускаем в набранном ряду одну и вводим иголочку вот так вот. Снова набираем одну бисеринку и вводим иголочку в самую первую. Получаем уже вот такую загогулинку. Снова нанизываем одну бисеринку на иголочку, а иголочку заводим вот сюда. Набираем еще одну бисеринку, иголочку вводим вот сюда, набор одной бисеринки на иглу и выводим иголочку вот уже последнюю в ряду. Вот такую красоту получаем. Набираем на иголочку сразу 4 бисеринки, иголочку заводим в четвертую из свеженабранных, еще одну набираем, иголочку вводим вот сюда. И еще одну бисеринку наберем, иголочку просунем вот сюда, переворачиваем вверх ногами и набираем бисеринку на иглу, иголочку вводим вот сюда. Вот такая ступенечка у нас получается снизу, вторая. На схеме это вот эта ступенечка у нас образовалась, вторая. Набираем еще одну бисеринку на иглу, иголочку выводим вот сюда. И снова набираем еще одну бисеринку, иголочкой проходим вот сюда. Вот такую загогулинку получаем. Снова набираем 4 бисеринки на иглу, сворачиваем вверх ногами и возвращаемся иголкой в первую из 4 набранных. Видите, пропускаем 3, по факту вводим в четвертую. Такая конструкция на этом этапе образовалась. Набираем еще одну бисеринку, иголочкой проходим вот сюда. Снова набрали одну бисеринку, иголочку вводим вот сюда. Переворачиваем вверх ногами, получаем вот такую конструкцию. Видите, откуда ниточка выходит? Набираем еще одну бисеринку, вот сюда вводим иголочку. Получаем третью ступенечку. Снова набрали одну бисеринку, пошли наверх, ввели иголочку сюда. Еще одну бусинку набрали, заводим иголочку вот сюда. Получаем вот такую конструкцию. Видите, 3 зубчика сверху. И 3 ступенечки снизу. Набираем сразу 4 бисеринки на иглу, подтягиваем их к листочку, иголочку вводим в четвертую с конца. Набираем снова одну бисеринку, иголочку заводим вот сюда. Еще одну набираем на иголочку, иголкой проходим сквозь эту бисерину. Снова набираем одну, проходим вот сюда. И вот такая фигура у нас на этом этапе получилась. Фактически мы сплели одну половину листа. Теперь мы будем плести симметрично, спускаясь как бы по диагональке вниз. И для этого нам нужно повернуть листочек верт ногами. Набираем одну бисеринку на иглу. Иголочку вводим вот сюда. Набираем еще одну бисеринку. Иголочку проводим вот сюда. Снова набираем одну бисеринку. Иглу вводим вот сюда. Включаем вот такую вот фигурку. Теперь наберем сразу две бисеринки на иглу. Перевернем листочек вверх ногами. И будем спускаться вот сюда проходить. Получаем вот такой вот первый уголок на спуск. На симметричную сторону. Набираем бисеринку. Проходим вот сюда иголочкой. Набираем еще одну. Проходим вот сюда иголочкой. А теперь набираем сразу три бисеринки. Подтягиваем их к листочку. Пропускаем две последних. А в третью вводим иголочку. Вот такой тройничок у нас получается. И снова одну нанизываем. Иголочкой взбираемся наверх. Вот проходим. Еще одну бисеринку нанизаем. Иголочку проводим сюда вот. Получаем вот такую конструкцию. Видите откуда выходит ниточка? Нанизали две бисеринки. Листочек развернули. И спускаемся вот сюда. Надеваем еще одну бисеринку. Иголочку вводим вот сюда. Набрали еще одну бисеринку. Иголочку заводим вот сюда. Набираем три бисеринки на иглу. Подтягиваем их к листочку. Иголочку вводим в третью с конца от свеженабранных. Одну набираем на иглу. Иголочку заводим вверх сюда. Еще одну набираем. Иголочку заводим вверх. Вот такая фигурка образовалась. У нас уже два спуска боковых. И нам осталось сделать третий спуск вниз. Набираем две бисеринки на иглу. Разворачиваемся и проходим вниз. И еще одну набираем. Спускаемся сюда. И набираем еще одну бисеринку. И она у нас уже последняя в нашей схеме. И проходим ее вот сюда. Вуаля! Наш листочек в технике косой мозаики на восемь бисерин получился. Листочек мы закончили плести. Что нам теперь нужно? Нам нужно соединить его в кучку, чтобы получилась вот такая вот форма. Надеваю бисеринку на иглу. Иглу вожу вот сюда. Ниточка выходит у меня, обратите внимание, с левой стороны листика. Захожу я в правую. Симметрично. Разворачиваю иголку и прохожу в обратном направлении только уже через соседние бисерины. Снова набираю одну бисеринку. Иглу ввожу в ступеньку выше выступающую. И снова набираю одну бисеринку на иглу. Иголочку ввожу в центральную бисерину. А теперь на центральную у меня есть вот еще две. Я в одну войду, а во вторую выйду. Спущусь иголкой к центральную и в ту, которую нанизали под нее. Захвачу иголочкой ту, что выступает справа от ступеньки симметричную. Захвачу ту, что нанизали под нее. И захвачу иголочкой вот эту вот справую. То есть сначала мы как бы проходили по левой стороне, вводя три бисеринки в центр. А теперь спускаемся по правой, захватывая каждую из введенных в центр. Вот. И обратите внимание, теперь у меня нитки от начала плетения конца находятся практически рядом, вот в смежных соседних бисеринах. Теперь я их просто свяжу на узелок и наш листик получился законченным. Вот такой. И у меня к вам, как всегда, большая просьба душевная, такая, как, знаете, с глазами Шрека Мольба. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео и нравится мое творчество. Обещаю публиковать еще новые мастер-классы на разные темы. У меня еще ручки чешутся для вас сделать вот такую аппликацию из Петра. Аппликация с вышивкой, французским узелком. А пока что жду ваших комментариев, вашей реакции, ваших щедрых и обильных лайков под моими мастер-классами. И до новых встреч, мои дорогие. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.